Субъекты малого и среднего бизнеса в условиях пандемии столкнулись с немалым количеством проблем и вопросов. Зачастую решить их самостоятельно не представляется возможным. Однако в условиях соблюдения мер для нераспространения коронавирусной инфекции обратиться в надзорные органы иногда очень сложно. Быстрое реагирование на ту или иную проблему возможно при личном приеме, пусть даже в режиме онлайн. Для удобства предпринимателей прием ведется в режиме видеоконференц-связи. С учетом распространения новой коронавирусной инфекции мы вынуждены не лично принимать людей, а вот использовать новые технические средства. Первый такой прием состоялся сегодня для бизнесменов Клепяковского района. У меня вопрос, как трудоустроить новых сотрудников в период коронавирусной инфекции с учетом новых рекомендаций правительства о переводе сотрудников на дистанционную работу. Рекомендовано обеспечить максимально возможный перевод сотрудников на дистанционный удаленный режим работы. Это не говорит о том, что все сотрудники вашего предприятия должны сейчас находиться на удаленном режиме. В таком режиме предприниматели могут сообщить о нарушениях законодательства в части неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов, несоблюдении моратория на проведение проверок бизнеса, иных нарушениях при реализации прав и законных интересов в иных сферах деятельности. Это мероприятие полезно тем, что в первую очередь первые лица прокуратуры области слышат о проблемах предпринимателей, которые возникают в районах. Бывает, что действительно без помощи прокуратуры какие-то решить вопросы, сдвинуть, так сказать, вот эту стену непонимания достаточно проблематично. Прием предпринимателей проводит первый заместитель прокурора области Никита Зубко ежедневно по предварительной записи в соответствии с графиком. На текущей неделе встречи с представителями бизнес-сообщества запланированы в прокуратурах Клепиковского, Рыбновского, Рязанского районов и прокуратуре Московского района города Рязани. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».